В исторической части города, рядом со стройплощадкой станции Театральной, в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской, рабочие готовятся к переустройству трамвайных путей. Попутно здесь же специалисты достраивают камеру водовода. Коммуникации пришлось перенести, потому что ранее они находились на территории будущего станционного комплекса. Для перекладки трамвайной линии профильные службы готовят дорожное полотно. Часть материалов, шпалы, уже подвезли к стройплощадке. Осталось доставить рельсы. Их должны изогнуть под определенный радиус. Справились с этой задачей практически на 100%. Заканчивают изготовление радиусов. В ближайшие дни приступят к разработке корыта. Старые рельсы будут демонтировать, насыпать балластный слой для укладки рельс-пальной решетки, монтажа рельс в будущем. До 25-го числа работа по переустройству временной трамвайной линии будет завершена. Сейчас специалисты готовят участок. Рядом выставили знаки, наносят временную дорожную разметку. Автодорогу в направлении из города, в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской, готовят к сужению. По переустройству, будем говорить, трамвайном пути, да, на сегодняшний день будет ограничение по одной полосе только. Все остальное будет работать штатно. Минимизировать неудобства для жителей – одна из важных задач. Поэтому в период работ транспортное сообщение сохранится. А после укладки новых трамвайных путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск электротранспорта. Пока трамвай не будет ходить Красноармейская и Галактионовская, никакого закрытия перекрестка не будет. Прежде чем закрыть перекресток для продолжения строительства новой станции, от заказчика должна прийти оформленная надлежащим образом заявка. Пока что она в мэрию не поступала. На совещании также рассказали о ситуации на стройплощадках метро. В историческом центре города стартовый котлован готов. И в скором времени внутри строители соберут конструкцию под тоннель и прохудческий комплекс. Сейчас монтируют опорную раму. А на пересечении улиц Новосадовой и Полевой рабочие устраивают ограждающие элементы котлована – сваи. Планируется, что до 20 февраля часть из них будет готова. Когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию «Театральная», подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. И к этим положительным изменениям готовятся. В этом году предприятие «Самарский метрополитен» продолжит капитальный ремонт подвижного состава, чтобы вагоны были обновлены к концу 2024 года. Сейчас уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлен еще на 15 лет. Михаил Ерморенко, Максим Гусев. События.